В Екатеринский кафедральный собор прихожане спешили задолго до начала службы. Самый большой храм Кубани едва смог вместить всех верующих. Люди шли всю ночь. Многие приезжали целыми семьями, чтобы помолиться, прикоснуться к святыне и осветить пасхальные куличи. Для нас это очень великий праздник. Мы хотим, чтобы наши дети прививались к духовной культуре, чтобы передавали своим детям в будущем. И как бы это семейная традиция – ходить на Пасху, в церковь. Мы всегда приходим посвятить пасочки, посвятить яички, яйца и послушать литургию, послушать молитвы, потому что они нас наставляют на путь истинный по жизни. С ними легче живется. Мы ежегодно посещаем службы. Это великий праздник. Я бы хотела всех с ним поздравить. Я считаю, что каждый человек верующий должен приходить в церковь. Это прекрасный светлый праздник. Екатеринский собор в ожидании, когда пасхальный свет озарит все вокруг. Спецборд из Иерусалима с капсулой, внутри которой частица благодатного огня, приземлился в аэропорту Краснодара за час до пасхального богослужения. Утрапа самолета огонь встречали представители Екатеринодарской и Кубанской епархии. Огонь привезли отец Иоанн Лапко из Свято-Троицкого храма Станицы Динской, настоятель Краснодарского Свято-Покровского храма Протеерей Иоанн Гармаш и настоятель Армянской апостольской церкви Армавира Термакар Тартарян. В зале ожидали атаманы всех районных казачьих обществ. Именно они частичку со святой земли доставили в города и станицы Кубани. Вот это чудо, это подтверждение того, что Христос не только воскрес, но нас не забывает каждый год. Христос воскрес. Мы повезли на воскресе! Из аэропорта лампаду привезли в главный храм Кубани. Свечи от нее здесь первым зажег митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор. Владыка огонь передал всем прихожанам храма. Его частицу со святой земли уже держат тысячи людей. С ней они идут в крестный ход, чтобы услышать радостное светлое приветствие. Христос воскрес! Субтитры предал, что Христос воскрес! Ровно в полночь началась пасхальная служба вместе со всеми великий праздник. В храме встречал глава региона Вениамин Кондратьев вместе с супругой, а также атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда. Светлым крестовым воскресеньем завершился великий пост у православных. И согласно церковным канонам, именно освящение пищи дает благословение на ее принятие. После службы верующие спешили домой за праздничный стол, чтобы поздравить родных и близких со светлой Пасхой. Елена Касабова, Денис Перец, Алексей Комаров, Валерия Ширкой и Михаил Бойправ, Кубань-24, Краснодар.